И всем привет ребята, рад приветствовать вас на моем новом видеоролике, мы продолжаем играть в контрабанд полис. Как же дальше будут продвигаться наши дела? Когда же выиграет кровавый кулак? Ну что ж, давайте увидим это в этой серии. Погнали! Вы обязательно заваривайте себе вкусный чаек и усаживайтесь поудобнее. Начинаем! Прогресс уже 55%, неплохо. Все понемногу переваливает за половину, еще чуть-чуть и мы приблизимся к финалу, большая часть позади. Нажмите F1 после завершения досмотра, чтобы узнать насколько хорошо у вас получилось. Хорошо, вполне себе нормальные требования. Продолжить. Товарищ, я надеюсь, что вы хорошо выспались, готовы к очередному рабочему дню. Что тут? Спасибо, что пропустили меня. Сейчас моя сестра в больнице, у нее стабильное состояние. Когда я узнал, что ее жизнь в опасности, я пришел в ужас. Я не знаю, что бы я сделал, если бы вы меня тогда не пропустили. Я вам по гроб жизни обязан. Всего доброго, арест Смитов. Мне кажется, его надо все-таки было арестовать, судя по его имени. Ну ладно. Мы сделали хорошее дело. 52 RC, RC и цвет машины зеленый. Погнали. И вон к нам едет уже зеленая машина. Ха-ха-ха-ха. Ну, в принципе. Пока попробую не остановиться. Все. Поехали. Снегу, снегу. Уродец. Все. Поехали. Я ему все колеса почти продырявил. Он сейчас будет ехать крайне не очень. Сказал же, только попробуй не остановиться. Ну ладно. Пусть меняет на себя. Мы не любим контрабандистов. Да ведь, ребят? И вот скажи, вот ты, конкретно ты, любил бы контрабандистов, будучи пограничником? Я думаю, нет. На тебе, уродец. Ты че, эй? Дядя? Ты притормози. Хе-хе-хе. Хорошо. Вы арестованы. Вы делаете ошибку. Ошибку сделал только ты. Когда посмел заявиться к нам в страну со своей гребаной контрабандой. Еще и оружие, вы посмотрите. Нахал. В мою любимую страну. Мой родной Акаристан. Привозить такое... Такой ужас. Такой кошмар. Как ему не стыдно. Так, ща, погодь. Да успокойся ты. Мне еще надо досмотр провести адекватно. Дорога пока перекрыта. Что-то не нравится? Ну вот видишь, как все легко решается. Слышь ты. Ты че с моей машиной сделал? Я при исполнении. Пойтись теперь отсюда. Со сломанными шинами. Не-е-е-ет. У меня больше нету, да? Не-а. А вот так не смогу? Смогу. Повезло. Ладно. Посмотрим на наличие контрабанды здесь. Вот она. Зачем он вообще ее, интересно, прятал? Если он нарушил границу. Вот так вот дерзко. Он же бессмысленно прятал. Он не остановился на досмотр. Не попытался показаться правильным. Или он надеялся, он проскочит незаконно. А мы при этом не поедем за ним. И не будем арестовывать. На че он вообще рассчитывал, интересно? Ладно. Контрабанды нашли прям хорошо. Можно и домой ехать. С чувством выполненного долга. Тан-тан. Тараран. Тан-тан. Тараран. Мы с... Да идите вы, мне не до вас. Воу-воу-воу. Нифига на крылья. Погоди. Где вы там, уродцы? Машина, блин. Ты не видишь, что-то перестрелка происходит. Ай-яй-яй-яй. Минус четверо. Осмотреть их можно? Они уже исчезли. Да уж. Ладно. Нормально. Поехали дальше. Есть. Совсем обалдели, блин. Еще и засады на меня устраивают. Этот чел нас еще, получается, и в засаду привел. Не только контрабанду вез. Хоть моя воля прям бы тут к стенке поставил. И вопрос закончил. Ну а мы хороший человек. Так, все, почини. Так точно, все, красавчик. А я пошел работать. Так. Следующая машина. Давай ты не будешь таким же дебилом. Ты адекватный. 780 килограмм у тебя. Здравствуй, здравствуй, товарищ. Ах, мотор. Хорошо, вес нормальный. Вес подходящий. Давайте теперь пересчитаем груз. Надо груз пересчитать активно. Так. И вот здесь у тебя груз. Да, 6 штучек. Груз он указал верно. Тут не прикопаешься. Так, хорошо. Поехали далее. Нам надо внимательно проверить документы. Так, давайте сразу регистрационный номер проверим. ILD 2691XC Да, все верно. Владелец Баракат Техрани И Баракат Техрани. Нормально. Он с Альбарака. Номер паспорта у него адекватный. Срок действия адекватный. Фотография. Ну, зачем ты побрился перед поездкой? Дурак, что ли? Фотку надо менять. Хотя чисто из-за того, что ты побрился, не пропущу. Ничему вас жизнь не учит. Так, ладно. И у тебя указано, что у тебя варила 4х4. Но это ж не варила 4х4. Ну, конечно, это не варила 4х4. Это же это. Маленькая машинка. Как же ты называешься-то? Микрос-26Д. Это Микрос-26Д. Еще и тип автомобиля не совпадает. Остальное все верно. По правилам въезда у нас сейчас опись грузов, технический контроль и паспорт автомобиля. Так. Ага. А, у тебя еще и сертификата вакцинации нету, что ли? Или есть? Есть. На вид 78. Еще и не совпадают правила въезда. Ну что ж, дядя. Разворачивайся домой. Въезд запрещен. О, нет. Ну, бриться не надо было. Надо было дату сертификата поменять. Что я теперь сделаю? У меня работа такая. Не будем же мы всякую гадость к себе в страну пропускать. Так. Что у тебя по регистрационным номерам? Нет, ты не... А что ты первые документы протянул? Подозрительный ты. Ситуация в ралли вышла из-под контроля. Люди умирают прямо на улицах. Мы никогда не могли положиться на это чертово правительство. Неплохо он свою страну любит. И добавить нечего. О, он выгодно кофе покупает. А что ты кроме кофе покупаешь? Ууу, картошка, стиральный порошок. Пойдемте-ка до дома. Отойди. Надо ему сейчас напродавать товаров. Пусть покупает. Пока мы ему разрешаем. Так, контрабанду скидываем на склад. Все остальное забираем. Ну что ж, побежали ему продавать. Сначала все продадим, а потом не пропустим. Ага-га. Звучит как план. Продать. 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 Все, не покупаешь? А ты сигареты покупаешь. И все. Продаешь ты дорого. Но в целом все. Можно смело проверять его документы. Поехали. Начнем с веса автомобиля, как обычно. Вес автомобиля сейчас тонна 640. Уже вес автомобиля не совпадает. Так. Вес автомобиля не совпадает. Далее погнали. Регистрационный номер. Сил 9652АС. Вернее. Да, все верно. Альмар Девит. И Завет. Автомобиль Завет. Ну давайте посмотрим. Что за автомобиль такой? Ой. Предыдущая страница. Да, это Завет. Ладно. Далее. У тебя должно быть. Раз, два, три. Раз, два. Раз, тынь. Все. Это все из грузов, да? Мыло 4. Мешек цемента 2. Багаж 2. Ладно. Это у тебя совпадает. Опа. Нифига. Где еще оказывается? Указывается. А я там даже никогда не проверял, кстати. Вот это я сейчас удивлен. Номер паспорта. Срок действия. Срок действия. Альмар. И срок действия совпадает. Допустим. Ты что такой недовольный, забыченный сидишь? Я спрашиваю. Что ты такой забыченный сидишь? Что тебе не нравится? Ну вот теперь спокойно сиди дальше. А то ищу сидит такой недовольный весь. У него все хорошо. В целом, да? Да будь ты веселее. Э, ты что? Ты что? Дурак? Успокойся. А вот этого я, кстати, не знал. У тебя дефект кузова есть. Погоди, я тебя пропущу. Не-не-не, тихо. Не-не. Ты что? Нельзя. Куда ты? Успокойся. Я у тебя сейчас груз вытащу. Стой! Капец. Подозреваемого? В смысле? Интересно. Так, ребят, ровно секундочку, пожалуйста. Ровно секундочку. Ну что ж, все, небольшая пауза окончена. Поехали далее. Так. Хорошо. Пошлите следующего впускать. Неудобно с мужиком вышло, конечно. А, что я делаю? Пустую платформу взвешиваю. Ты случаем с ненужным номером? О, здравствуй. Мало минут, отойди. В смысле? Ты же контрабандист. Что, нет что ли? 52РС. Да, ты контрабандист. Пофигу, у меня 20 долларов сняли за тебя. Да, ты... Да, без проблем. Сейчас я тебе что-нибудь продам. А сначала я найду контрабанду. Уже нашел. Что ты покупаешь? Ничего из того, что я продаю картошку. Водка, кофе, туалет. Не. А я пошел... Шину дырявить. О, отлично, работа-то делаешь. Это все лучше. Кокаин. Кошмар. Перевозит такую гадость к нам в государство. Представляете, какой гад? Надо хорошенько осмотреть весь автомобиль. Сначала снаружи. Мало ли, куда он что засунул. Куда припрятал. Ага. Тут нигде нет. Ладно. Выйди из машины, дядь. Твое это... Твои будни окончены. Оставьте меня в покое. Я тебя в покое никогда уже не оставлю. Капец ты дурак. Хе-хе-хе. Так. Окей. Осматриваем дальше. Тут ничего. Так. А с этой стороны тоже ничего. Странно. Там тоже ничего не лежит. Тут внутри нигде ничего не лежит. Видимо, можно с тобой заканчивать. На тебя все. Товары кончились. Ну что ж, могу сказать. Я тебе искренне сочувствую. Таких у нас не любят, с такими у нас обходятся строго. арестовать. Арестовать. Почему? Потому. А, у меня же в машине еще чел сидит. Ё-моё. Забыл его забрать. И у меня тоже. Дерьмо. Так. Окей. Ну что ж. Набираем этот гадкий автомобиль. Вороско, воришко. Вороско, воришко. Преступник пойман. Где я не нашел? Правое переднее. Странно, что я там не заметил, потому что я смотрел. Ну да ладно. Контрабандюк больше нету. Остался только хорошее... О, ты че? Отдайте воришу командиру. Спасибо. Так, проверяем. Во-первых, у тебя указан груз. Только обращайтесь с этим осторожно. А как иначе? Я сама осторожность. Иначе бы я столько не прожил тут. Так, че у тебя там на продажу? 43. Кофеек. Водочку ты не покупаешь. Согласен. С вами приятно иметь дело. Так, здесь все в порядке. Окей. Имя, фамилия. Поехали сверять. Раз. Два. Все. Дальше. Срок действия. О, правила въезда уже не совпадают. То есть, правила въезда нарушены. Алерг! Мы стариноватие! Ёккарные бабай! Это оружие! Не уезжай! Так. Одно попадание. Два попадания. Три попадания. Есть минус один. Так же они не заели нападать на наш лагерь. Минус один. Надо занимать более удобную позицию. Коллаж мне в руки. Прикончили его. Минус два. Минус три. Юху! А где у нас вышка, кстати? А вон он сидит. Заселись там за фуалетом. Сразу знают, где их место, так сказать. Они даже не доходят нормально. Есть. Тора брать пистолет. Позор не тебе там, ты. Так, еще минуту выживать. Угу. Минус еще один. Внимание, приближается транспорт противника. Транспорт противника? Куда? Отступать надо. Прикончили же. У меня транспорт противника, это сильный. Атаки-то все сложнее и сложнее становятся. Нас прям прессуют. Транспорт был, с их стороны, очень мудрое решение. Часи-богу, это нас могло прикончить. Отдохни. Так, ребят, еще чуть-чуть, и мы отобьем это нападение. Два противника осталось. Есть. Ля, вот это побоище. Побежденный нападавший 46 погонков. Удалось отстоять. Ля, это было таки... Не очень приятно. Чё, всё? Вернятся кто? Нет. Ну и всё, тогда день окончен получается. Ну да. Пошлите отдыхать. Отдохнем. День 14. А капец, обслуживание дорогое. Так. Интересно, что здесь неправильные досмотры. Минус 50. Это за то, что я немножко контрабанды не нашел, что ли? Вполне возможно. Вполне возможно, ребят. Ну что ж, ладно. Конфликт на юге. Товарищи, из-за конфликта между нашими южными соседями мы ожидаем увеличение потока груза на границе. Для защиты национальной экономики противило соответствующее ограничение. По решению партии в целях защиты народного хозяйства временно ограничивается перевозка грузов из южных стран. Максимальное количество воров в данной категории. Продукты питания 6, бытовая техника 3, химикаты 4. Ладно. Контрабандюги 5. YKJ, желтый, нет зеркала одного, возраст водителя 46, королевство Иркей. Зеркала на месте. Номер не тот. Что там еще? Нет, нет, нет. Последний вариант это то, что он из королевства Иркей. Предъявить документы, дружище. Нет, тогда ты точно не он. Нет необходимости это доставать. Все вы так говорите? Вечно у меня нет необходимости. Вечно у вас все в порядке. А по итогу что? Так, химикаты 4, бочка вина 3. Что там на химикаты? Ну, в принципе, все совпадает. Ладно. Эдгар Чизорик. О, уже не соответствие. Срок действия, срок действия. А карантин закончился, как я смотрю. Да. Ну, закончился так закончился. Отлично. 2 890. Груз надо вернуть. Угу. Так, сейчас досмотрим его на перегруз. 2 390. Нет, нормально. Азар В. Азар В. Так, азар В, азар В. Вот он. Азар В есть. Так, да, это он. Регистрационный номер. Рев 42 93. Ага, номер не совпадает. Так, не совпадает регистрационный номер. Далее. Пары все целые. Пары все целые. Шины целые. Стекла целые. Пары целые. Стекла целые. Шины целые. Ладно. Ну, в любом случае, ты не проезжаешь. Почему? Ну, потому что у тебя ошибки в документах. Дурень. Документы исправь, потом приезжай. Совсем обнаглели эти контрабандисты, а? Вы контрабандисты. Эти приезжие. Почему? О, что-то еще я не увидел. Скорее всего, фото, да? Да, я фото не проверил. Здравствуйте. Восточный Альбарак всегда принадлежал Кагастаму. Адар Кашали просто хочет вернуть наши земли. Ладно. Хам. 70-34. YR. Хам. А-а. Нет одного зеркала. Нет. Так. Желтый. Нет. Не подходят первые три. Королевство Айркей. А возраст у тебя? 29. Ну, все. Живи, радуйся. Тритоны 480. Допустимо. Номер паспорта совпадает. Срок действия адекватный. Адекватный. Вот так вот. Номер паспорта проверили. Сроки действия проверили. Я на секрете еще раз проверю. Вот это не помню, потому что... Так. Дальше. Тип машины. Гроздук. Так. Гроздук. Ага. Ну да. Это она. Хам. 70-34. YR. Правильно. Все совпадает. А фото? Тоже? Смотри-ка, проедешь что ли? А грузы есть? А грузов нет? А почему ты контрабандист? Зеркало оба на месте. Хм. Ладно. Я сейчас его бы пропустил, кстати. Понимаете? Я бы его сейчас пропустил. Сам ты курва дурак. Сам ты курва дурак. Сам ты курва дурак. Оскорбляет меня еще. Такие. Долго. В нашей стране. Не пробудут. Целости и сохранности. Сотрудника при исполнении. Оскорблять. Это ж только наглости надо еще иметь. Ты кроме того, что контрабанду везешь. Ты еще ее и нагло везешь. Хм. Ладно. Правильно делаешь, что выходишь. Потому что это твоя остановочка. И никаких поблажек тебе не будет. Ты противный, плохой человек. Сейчас я до конца осмотрю твой автомобиль. И повяжу тебя. На этом наше знакомство с тобой закончится. Точно нету контрабанды? Точно. А тут я уже нашел. Грузов у тебя нет. Соответственно, ты арестован. И теперь интересно, какое из них пропадет. Реступник арестован. Да, у нас тюрьма переполнена. Это у нас... Был. А чего не хватает? Нет зеркал? Нет. Я забыл, чего не хватает. А, цвет машины желтый. Желтый. Ё-моё. И вправду желтый. Это неожиданно на самом деле. Как я все-таки исказила. Цвет машины это все. Так. Че я не нашел? Где? Спинка водительского кресла. Ну ладно, бывает. Погнали этих вызывать. Служебный телефон. Вызвать полицейский транспорт. И вызвать... А, только одного можно за раз вызвать. Ладно. Погнали. Сегодня избавимся от заключенных. Я тебе тут несу контрабанду и заключенных. На тебе контрабанду. Вина заключенных. Отлично. Набоков. Интересно, если его ударить. У тебя можно ударить? Ай. Извини меня, пожалуйста. Извини, извини, извини. Извини. Интересно, че если его грохнуть? Как-нибудь мы обязательно попробуем это сделать. Так. Поехали. Следующий водила. А сами пока посмотрим, что здесь новенького. Конфликт на юге. Вторник. 5 мая 1981 года. Многолетнее военное противостояние между Кагастамом и Аль-Бараком привело к окончательному закрытию границ между странами и разрыву всех дипломатических контактов. В результате этого конфликта наша страна стала новым направлением экспорта для южных соседей. Ради блага национальной экономики правительство вводит ограничения на ввоз товаров из-за рубежа. Конец пандемии. Благодаря оперативным действиям нашего правительства эпидемический кризис в стране взят под контроль. Из-за низкого числа новых случаев заражения обязательная вакцинация отменена. Отлично. Чао-ка. HBB 1115MD. Не подходит. Нет зеркал одного из зеркала на месте. Королевство Иркей. Добрый день. Люди в документике. Королевство Иркей. Нет. Республика Кагастам. А возраст у тебя 46? Нет. Смотри-ка. Ладно. Все равно как бы... У тебя же указана одна коза. Или мне показалось. Вот это настоящее. Вопрос не в том. У тебя уже неправильная опись грузов. Что очень печально для тебя. У тебя уже неправильное фото. Еще вес будет не совпадать, наверное, да? Загрузи, пожалуйста, обратно. Хватит курить. Успеешь покуришь еще. Так. Поехали. Взвовешиваем. 4,440. Я не совпадаю. Твое с автомобилем. HBB 1115 МД. Ладно. Совпадает. Тип автомобиля у тебя указан как Zagreb 53. И если я верно помню, то это правильно. Zagreb... Да, правильно. Окей. Поехали далее. Совпадение. Совпадение. Так. Несоответствие. Соответствие. Но по факту ты как бы все. У тебя почти все не совпадает, дядь. Это кошмар и ужас просто. Вот ей богу. В остальном все у тебя в порядке. Именно в плане технического состояния автомобиля. Но въезд запрещен. Нет. Нет. Опа. Че будет? Давайте попробуем. Надеюсь я не проиграю. Нифига себе. Прикольно. Не, слушайте. Это прикольно. Нифига себе. Вот это эксперименты. Я понимаю. Поехали. Так. Ну что ж. Кто ты? Ты мне сказал отвали? Отвали. Привет. Дядя. Документы предъяви. Я 46. 50. Везет. Номеров нет. YRZZM. YRZZM. Нет. Нет одного зеркала. Оба. И ты из королевства РК. Альбарак. Ну а зачем я на всякий случай тебя осмотрю так на скорую руку. Так. Ладно. Живи. Сразу же спущенную шину укажу. Так. И нет. Нет бамперов. Один. Спущенная шина. Две. Зеркала на месте. Фары на месте. Здесь все в порядке. Здесь две разбитые фары. Ой. Приедь ты пару серий назад. Я бы тебя чисто из-за этого уже не пропустил. Ладно. Поехали дальше. Имя, фамилия. Наср Фархад. Номер паспорта. Бам. Дальше. Дата. Дата. Есть. Вес. 6 350. Уже не подходит. Вес автомобиля. Далее. Фодка совпадает. Ильич. Но это ж не Ильич. Это Загор. Ильич. А нет. Это Ильич. Это Ильич. Окей. Опись грузов. Погнали проверять. Бах. 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 Да нет. Зачем? Я открыть ее хотел. Загрузи груз обратно, брат. Так. Ровно секундочку, ребят. Все, я тут. Так. Ну что ж, погнали дальше. Теперь. Сравниваем. Унитаз 1. Газовая плита 2. Удобрения 2. Радиоактивные материалы 1. Моющие средства 1. Химия 4. Можно провозить? Можно. Бытовая техника. У меня. 2 или 3. Уж не знаю. Но как бы все это подходит. Ладно. Это тоже совпадает. Везет тебе. Очень везет. В любом случае у тебя без автомобиля не совпадает. Регистрационный номер я еще не проверял. YRZ 1066ZM совпадает. В любом случае это и все. Ты не проезжаешь. Въезд запрещен. Чего? Ой! Ну, видимо, это все-таки конец. Да. Виллы эффективнее пистолета. Ладно. Извините. Это неожиданно немного сейчас было. Я вообще так не планировал. Да ничего плохого я тебе не сделал пока. Бур ЛС. Что ты продаешь? Картошка за 11. Скупаю все. Продолжение следует. 46 и королевство РК еще подходят. Продевите документы. Для него неудобно, конечно, с мужиком получилось. Я должен быстро ехать с этим товаром. Я должен был приехать 3 дня назад. Я слышал об этих новых ограничениях. Но, пожалуйста, пропустите меня. Иначе меня уволят. Сколько у тебя? 37. Едь. Так уж и быть, едь. И тебе хорошего дайна. Погоди. У тебя нет одного зеркала. У тебя ж нет одного зеркала. Так. Ладно. Фуф. Ладно. Нормально. Пойдет. Минус 700 долларов, конечно, схлопотали. Но пойдет. Ладно. Здание. Я бы хотел вкачать себе квартиру. У меня пускай будет более красивый домик теперь. Я этого заслужил. Дальше. Транспорт. Да, по сути, и этот хороший. Сотрудники. Здание. Склад. Тюрьма. Квартира. Осталось еще одно улучшение. Ладно. Давай сотрудников прокачаем. Давай Максимова вкачаем. Будет у нас крутой Максимов. Ля красавчик какой. Вы посмотрите на него. Просто как со страниц журнала. Ля. Ну и давайте вкачаем. Новика. Будет у нас кто-то. Ему не идет. Ему с волосами было круче. Прости меня, Новик. Ладно. Хватит быть щедрым. Хватит стараться. Хватит всех улучшать. Пора спать. Новый дом. Ту-ту-ту-ту-ту. Новый дом. Вау какой. Вы посмотрите, а. А у меня тут и книжечки. И шкафчик. И горшок, которому на все пофиг. И свет можно включить. И вентилятор выключить. И календарик посмотреть. Ой, красота. Отдыхаем. Будет забавно, если сейчас будет вмешательство. Нет. Все. Обычный день. Удивительно. Пойдем, товарищ. Вас ждет очередной замечательный день в Акаристане. Отлично. Ну что ж. Мы закончили. Прекраснейший денек. На сегодня, ребят, будем на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Ролики выходят ежедневно. Кроме того, не забывайте писать комментарии. Они помогают мне улучшать качество контента. На этом все. Пока-пока. Увидимся, ребят.